Всем привет! Меня зовут Дмитрий и хочу в кино берется за старое с кинотеатром Вертикаль. Поехали! Соседи на тропе войны. Отличная американская комедия с Сетом Роганом из Суперперцев, Заком Эфроном из Паписного 17, ну и красавицей Роллс Бирн. Смотри, новые соседи. Ого, это... Интересно, кто это? Это студенты. Добро пожаловать. Знаете, чуваки, вы не могли бы... Потише тут. Ну, как-то так. Все путем. Будет шумно. Звоните не в полицию, а мне. По рукам. Ладно. Я скажу своим. Да. Мы готовы зажигать! Вызывай копов. Это как-то подло. Анонимно. Отличная идея. Они сделают всю работу за нас. О нет! Он нас там! Вы звонили насчет соседей? Нет. У нас определитель. Мы же копы. У всех есть определитель. Любителям Проект Икс и Мальчишник в Вегасе точно должно понравиться. Картина полна отличными шутками и нелепыми ситуациями. Фильм расскажет нам о противостоянии молодых родителей и вечно тусующих студентов. Лома. Это наш дом! Мои шары сложно удержать. Они огромные. Я мама медведя. Вы пущу копчи! Хватит! Они достали меня! Малефисента. Превосходная, красочная и очень необычная сказка про спящую красавицу. С самого рождения нам твердят, что жизнь это сказка. Что короли благородны, а любовь вечна. Я поведаю вам другую историю. Честно говоря, поначалу я даже не хотел идти на этот фильм, но не зацепил он меня. Но все мои опасения оказались сложными. Картина что надо и могу посоветовать ее просто всем. Джоли красотка, 3D отличная. Фильм удался. Отчего все феи летают, а ты нет? И у меня были крылья. Сильные крылья. Но их украли. Этот мир полон зла. Ненависти и вражды. По моему мнению, это одна из лучших экранизаций детских сказок за все время. Хотя и фильм ставит перед собой вполне взрослые вопросы. А именно, настоящую любовь, предательство и верность. Ну и Анжелина Джоли. Ее актерская игра просто бесподобна. Восстаньте, дети теней. Я поведу вас в бой. Так это правда? Ты Малефисанта? Ну а на этом у меня все. Не забывай смотреть хорошие фильмы в кинотеатре «Вертикаль». До скорых встреч! Начинает писать книгу о женщине, которая прожила невероятную жизнь. Тут есть и трагедия, и юмор. Также неплохая актерская игра. Но мне кажется, что фильм вышел больше для домашнего просмотра.